Дорогие друзья, с вами Игорь Елдашев и мы продолжаем серию видеорепортажей с производственной площадки завода Митран в городе Челябинск. Сегодня моим собеседником будет директор по производству расходомеров Горбунова Ирина, которая более подробно расскажет о производстве расходомеров и, конечно, их поверьке, контролю. И знаете, самое удивительное, что Эмерсон сегодня продвигает технологию поверьки расходомеров. За моей спиной находится шикарнейший стенд, но обо всем по порядку. И даем слово Ирине. Ирина, здравствуйте. Собственно, расскажите, как сегодня организовано в Челябинске производство расходомеров. Добрый день. Производство на самом деле организовано давным-давно, с 92-го года расходометрия в Челябинске начала свою работу. Сейчас мы вот на новой площадке, в которую переехали совершенно недавно, да. Мы производим вихревые расходомеры серии Митран-300-300ПР и электромагнитные серии Митран-370. В дальнейшем у нас есть план локализации расходомеров серии Роза Маунт. Это 8700, 8800 и Майкро Моушен. Все расходомеры проверяются у нас 100% герметичности сварных швов обязательно, соединений всех. Настройки производятся определенные. После того, когда финальная сборка наших расходомеров произведена, они 100% отправляются как раз на испытательный стенд, перед которым мы стоим сейчас. Данная проливочная лаборатория в прошлом году попала в перечень эталонов вторичных нашей системы российской. Ежегодно она у нас аттестуется государственными органами в НИИР, к нам приезжает из Казани. Наш стенд УПА-2000 состоит из пяти независимых линий. Мы можем одновременно проливать до 16 расходомеров. Каждая линия у нас оснащена своими эталонными расходомерами и весовыми окончаниями. Соответственно, мы можем проводить проливку двумя способами. Способом лечения и весовым методом. Все зависит от того, в какую погрешность данный расходомер должен войти. А, Ирина, если все-таки вернуться к производству, к организации, если в технологическом плане рассказывать о нем, какие процессы, основные пути проходят расходомер перед тем, как быть собранным, созданным и отправленным сюда, уже на поверки? Самая первая операция у нас сварка. У нас свариваются стаканы, устанавливаются обтекатели, проверяется герметичность сварных швов и обтекателей. Дальше идет сборка вихреакустического тракта, автоматизированное рабочее место, которое тестирует работоспособность данного вихреакустического тракта. После этого происходит установка термодатчика, так называемого, заливка всех полостей, которые должны быть загерметизированы, просушка и потом уже оснащается электроникой. Электроника оснащается по строке заказов, то есть весь расходомер начинает свой цикл от запуска так называемого технологического паспорта, в котором четко прописано, какие операции он должен пройти и по каким этапам. Все автоматизированные рабочие места наши оснащены считыванием этого штрих-кода с технологического паспорта. И, соответственно, это все попадает в базу, что позволяет нам в онлайн-режиме видеть, на какой операции стоит данный расходомер, с каким FPI, так называемый, выход с первого раза. Это у нас есть такой показатель, вышел он с каждой операции. И, то есть мы можем все это видеть в онлайн-режиме и, соответственно, формировать отчеты и делать улучшающие какие-то мероприятия для того, чтобы повышать наш FPI. Ну вот это основные такие пути до проливки. После того, когда у нас проводится проливка, она проводится у нас практически полностью автоматизирована, то есть наши сотрудники только устанавливают расходомер, подключают необходимые выходные сигналы к этому расходомеру и переходят, вот за моей спиной находится операторская, в которой человек сканирует паспорт. Наше ПО распознает какой это тип ДУ, какие расходы необходимо пролить, с какой погрешностью, задает это программно и запускает сам с насосом. Насосы у нас погружены, почему так тихо достаточно в нашем помещении, да? Это тоже одно из таких преимуществ нашей лаборатории конкретно в этом. И запускается процесс тестирования. И больше человек не вмешивается, он только сидит перед монитором и смотрит, как проходят данные испытания, на какой точке проходит, нет ли никаких остановок аварийных или еще что-нибудь. После того, когда процесс завершился, выходит протокол проривки, он выходит автоматически, в котором есть заключение, годен или не годен. Если расходомер годен, его демонтируют, отправляют на следующую сборочную операцию. Если он не годен, производится автоматический перерасчет коэффициентов, они зашиваются повторно в электронику нашу и производится повторная проливка. То есть вот такой цикл здесь на проливке у нас. Когда расходомер годен, мы его снимаем, отправляем на следующую операцию, которая называется ПСИ, приемо-сдаточные испытания. Как только они прошли успешно, расходомер передается на поверку нашему госповерителю, который сейчас человек, это метрановский госповеритель. Мы принимаем, у нас принимают это изделие, мы его упаковываем, у нас еще участок упаковки есть, и отправляем его на склад готовой продукции, где уже он формируется в заказ и отправляется нашим заказчикам. Замечательно. Спасибо, Ирина. На самом деле, друзья, вот так за три минуты вы стали свидетелем рассказа, как организовано высокотехнологичное производство расходомеров. Почему высокотехнологичное? Потому что расходомеры Emerson, это, наверное, сегодня визитная карточка компании. Я посещал очень многие заводы и посещаю до сегодняшнего времени. Надеюсь, в будущем так будет. И я часто вижу эту визитную карточку. Потому что это талон гарантии качества и надежности. Ну, уважаемые друзья, я предлагаю пройти немножко дальше, потому что, на самом деле, вот эта проливочная лаборатория, проливочный стенд, это, наверное, уникальное сооружение, потому что я в России более нигде не видел столь масштабного, автоматизированного, испытательного оборудования. Немножко дальше, если мы пройдем, мы увидим также реализации. Собственно говоря, Emerson еще чем отличается? Это компания, которая ориентирована на персонал. Они постоянно слушают и внедряют новые рациональные предложения. Одно из них мы сейчас вам продемонстрируем. Оно разработано в России и, наверное, для России. Ирина, предлагаю пройти дальше. Дорогие друзья, вот мы и здесь, на этом месте, о котором я говорил. Ну, собственно говоря, за моей спиной находится такая интересная разработка. Это, скажем так, подмена разного диаметра туб с помощью револьверного механизма. Но более подробно про это нам расскажет Ирина. Ирина, во слово. Да, как я уже и говорила, да, у нас есть пять независимых линий у этой лаборатории. Четыре линии у нас несъемные. То есть мы однозначно там ставим расходомер от ДУ-25 до ДУ-100. А вот уже четвертая, пятая линия у нас имеет особенность. Здесь мы одновременно расположили сразу четыре трубопровода. Это нам сократило площади наши и уменьшило нашу трудоемкость для того, чтобы мы устанавливали. Для того, чтобы переместить или поставить какой-то расходомер определенный тип, достаточно того, что этот барабан переворачивается. Все установлено, соосность соблюдена. То есть все здесь сделано, только нужно установить расходомер. Хочется отметить, что данное предложение было от участников проекта с нашей стороны, от Митрана. Наши коллеги, мои коллеги предложили это. Сначала предложили просто на эскиз, что так можно реализовать. Нас услышали наши коллеги с Запада. И вот оно реализовано. И вот в таком виде уже сейчас существует. Мне очень хочется отметить работу Сергея Валерьевича Данько и Владимира Савченко, который на бумажке нарисовал вот это, что сейчас мы пользуем. Самый русский инженер, который придумал, можно сказать, очень многие изобретения, которые уже изменили историю, технологическую историю. Ирина, если все-таки говорить в цифрах, как повысилась производительность данного оборудования? То есть, возможно, это норма часы или какие-то показатели? Да, дело в том, что если кто-то из вас был на нашей старой площадке, когда мы еще были на другом заводе, у нас была лаборатория, состоящая всего из двух линий. На второй линии мы проливали типы размера до шести типов размеров. Соответственно, необходимо было каждый трубопровод снять под определенный тип ДУ и потом смонтировать его. То есть, у нас проливка длилась примерно час-двадцать, а на демонтаж уходила иногда до полутора часов. То есть, это значительное снижение. Мы всю трудоемкость практически убрали, именно по монтажу линий. Замечательно. Спасибо вам большое за презентацию, уважаемые друзья. Но я предлагаю переместиться в финальную часть нашего обзорного репортажа о производстве завода «Митран» в Челябинске. Но на самом деле для меня, как и для арматурщика, не просто как теоретика, а именно практика, которую посещает предприятие, очень важно видеть вот такие распредложения, очень важно видеть то, что это происходит в России. Знаете, за словами локализации стоит очень много. Но одно дело говорите, другое дело делайте. И вот в этих репортажах, которые мы вам демонстрировали, вы могли действительно своими глазами увидеть всю ту титаническую работу, которую сегодня делает компания «Эмерсон». Очень приятно понимать, что они с нами на равных, с нашими российскими партнерами общаются и инвестируют, инвестируют в производство. Ирина, предлагаю пройти дальше по вашему уникальному стенду и также рассказать дополнительно о преимуществах ваших расходомеров. Вперед, друзья! Дорогие друзья, продолжая экскурсию по проливочному стенду и, собственно, производству расходомеров, я не могу не поздравить компанию «Эмерсон» с небольшим юбилеем. 25 лет компания производит в России расходомеры. Почему это и стала визитной карточкой компании «Эмерсон»? То, что 25 лет – это действительно большой срок, большой срок для нынешней и современной экономики. Но, пользуясь случаем, хочется спросить Ирину, потому что она с 2001 года входит, скажем так, в состав, работает здесь на производстве. Она практически видела все модернизации и может не понаслышке рассказать, как вообще организовывалось производство, как оно модернизировалось. Ирина, собственно говоря, я не могу не задать вам этот вопрос. Расскажите, вот с чего начиналось, когда вот вы пришли, и какую линию вы могли бы провести основных событий по производству расходомеров? Ну, наверное, я начну с того, что я пришла сюда как раз техником по проливочным испытаниям. Я вот как раз, наши сотрудники сидели, сидят за стеклом, я именно эти испытания и проводила. Поэтому я, наверное, больше начну, скорее всего, оттуда. Когда была установлена и открыта тот новый стенд, он был на тот момент самый новый, я пришла, наверное, первым испытателем туда устроилась. ПО было такое, что можно было пролить только одну проливку, один расход, и машина останавливалась. Нужно запускать было второй, вручную крутить гайки, мы шаровые краны крутили, расходы выставляли вручную. И вот, что я рассказала сейчас, до чего дошел прогресс, как говорится. Помимо этого, то, что я одной фразой сказала, откалибровали коэффициенты, что сделала ПО. Калибровка коэффициентов иногда у нас занимала до часа, потому что нужно было электронику вытащить из расходомера, распаяв все провода, которые припаяны, перекалибровать ее на определенном стенде, обратно вставить, обратно запаять и опять поставить. Не получилось, извините, была всего одна калибровка. Сейчас наши инженеры очень много модернизаций сделали нашей электроники, которая позволяет перешивать коэффициенты свободно, без демонтажа, подключением через всякие разъемы. То есть это просто прогресс, который я вижу. Помимо этого, наша система управления, я хочу очень отметить о том, что сейчас наша система, так называемая сайтлайн, позволяет видеть сроки, позволяет видеть объемы, позволяет видеть заказы, позволяет видеть, есть ли комплектация или нет. То есть управлять всеми запусками, отгрузками и входом заказов. То есть это тоже огромный прогресс. И когда мне некоторые сейчас говорят, у меня нет времени, я просто в ответ смеюсь. Потому что раньше нам приходилось получить вручную, вручную записать, пересчитать. И полвечера мы сидели и забивали эти накладные. Сейчас все идет по штрих-коду. То есть это тоже огромный процесс. Наша компания просто прекрасные результаты имеет. По сборке много мест очень автоматизировано. Раньше, когда я вот пришла, тоже мастером начала работать, мы вручную с помощью клей и молоточка забивали заводские номера на металлических табличках. Вы не представляете, какой это был труд. Это было что-то. Сейчас лазерные гравировщики. Штрих-код паспорта, высвечивается все, что нужно, и машина поехала. Наша задача только нажать кнопочку «Пуск». То есть это тоже большой прогресс. То, что мы отслеживать можем расходомеры на каждой стадии. То есть, ну и не только расходомеры, на всех производствах это реализовано. Наши программисты написали ПО, которые помогают нам это все смотреть. Мы можем отслеживать все показатели качества с помощью этого ПО. У нас очень много показателей на самом деле в производствах, на всех производствах. Это FPI, так называемый выход с первого раза, который мы в дэшборд наш главный внесли, и по которому мы отчитываемся. Это ABQ, это так называемый контроль из коробки расходомера. То есть мы видим, что комплектуется, правильно ли комплектуется, и правильно ли укладывается заказчику, все ли соблюдено. То есть отслеживаем ли таймы производства, то есть сколько времени затрачивается на то, чтобы заказ прошел. Мы его постоянно снижаем. Сейчас так называемый вышел новый проспектус, в котором прописаны, он демант, так называемый план, по запросу. То есть много расходомеров, которые мы можем изготовить за пять дней даже. То есть есть запасы, есть трудовые ресурсы, есть пропускная способность. Welcome, как говорится. Ну, как говорится, шоу-маст-гоу, наверное, больше будет, чем у Welcome. Да, мне хочется сказать, что мы очень рады, когда к нам приходят заказы, мы с удовольствием их выполняем, мы знаем, как их выполнять. У нас отличная технология, которая позволяет нам это выполнять. Обученные люди, аттестованные по всем законам, которые необходимы у нас в России. Поэтому наша локализация, которую мы ждем в следующем финансовом году, она уже обеспечена ресурсами. И, по крайней мере, пропускной способностью нашей проливочной лаборатории однозначно. Спасибо вам большое, Ирина, за искренний рассказ. На самом деле, уважаемые друзья, вы стали свидетелями рассказа и повествования, как компания с мировым уровнем проводит локализацию и, самое главное, интегрирует эволюцию технологий. То есть технологии, это, как я повторюсь, производство живого организма. Они постоянно эволюционируют, улучшаются. И горе тому предприятию, которое внедряет эти эволюционные решения, потому что они помогают улучшить качество и, конечно, улучшить производительность предприятия. Многие задают вопрос, как сегодня в России, возможно, теория массового производства. Массово производить. Ну, ответ прост. Посмотрите на этот стенд, посмотрите на всю технологию Emerson. Я думаю, что ответ будет очевиден. Именно в технологиях вся сила. В тех технологиях, которые востребованы на рынке. Спасибо вам большое еще раз, Ирина, за рассказ, за презентацию вашего стенда. Ну, я думаю, друзья, на самом деле, лучше, конечно, сюда приехать, на Emerson. А еще интереснее, конечно, увидеть действие всей этой работы датчиков, контроллеров и расходомеров. Я с вами не прощаюсь, потому что я жду вас в следующем репортаже. А он посвящен будет уровнемерам, но я могу только срезюмировать одно. Визитная карточка Emerson подтверждена. Самое главное – это соответствие с самым последним требованиям уровня качества и технологий. Технологии правят миром. Удачи, друзья, и до новых встреч. С вами был Игорь Илдашев. С вами был Игорь Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.